Поддержка и понимание так необходимы семьям, которые знают, что такое рак, делится Марина Изянина, председатель союза женщин Куйбышевского района Самары. Людям, которые ведут нелегкий бой с онкологией, это объединение всегда стремится помочь. В районе есть семья, где мальчик, у него была лейкемия. И несколько, вовремя обратились просто, и несколько курсов химиотерапии. Мальчишке сейчас уже 18 лет, и вот он в армию готовится, то есть заболевания нет. В прошлом году в Самарской области рак унес жизни почти 6 тысяч человек. Каждый год диагноз «злокачественная опухоль» ставит 14 тысячам пациентов. Но, как отмечают медики, рак сегодня не приговор. Главное – распознать его на самой ранней стадии. Тогда есть все шансы полностью излечиться. Все равно мы сталкиваемся с запущенными случаями, в том числе раком наружных локализаций, когда пациент сам, в принципе, даже знает, что он болен, но по каким-то причинам либо боится, либо может по каким-то обстоятельствам обратиться к врачу. Акцию по профилактике и ранней диагностике рака вместе с энкодиспансером и при содействии Самарской городской думы провел Союз женщин Самарской области. Все 9 районных организаций и городская организация женщин сегодня имеют возможность поучаствовать и проверить свое здоровье. Как утверждают врачи, есть способ и предотвратить развитие рака. Он прост – правильное питание и отказ от вредных привычек. На 30% онкологические заболевания, допустим, зависят от питания, от того фактора рациональности или нерациональности питания. И плюс такой фактор, как курение, дает до 35% возникновения онкологических заболеваний. Врачи советуют есть больше свежих фруктов и овощей, меньше жиров, сахара и соли. А еще приглядываться к родинкам и периодически наведываться к врачу. Первичный осмотр у специалиста займет всего несколько минут. За это время доктор осмотрит состояние кожных покровов, лимфатических узлов, щитовидный и молочный желез. Если все в порядке, вам дадут рекомендации о том, как вести здоровый образ жизни. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События.